В Новой Третьяковке открылась масштабная выставка Николая Рериха. Она посвящена 150-летию со дня рождения художника. Посетители увидят более 100 экспонатов, один из них эксклюзивный. Какой именно, расскажет Роман Бирюков. Речь идет вот об этом фрагменте театральной декорации. Николай Рерих выполнил его в 1909 году для балета «Половецкие пляски». Размер полотна 10 метров в высоту и 23 метра в ширину. Именно этот экспонат теперь стал самым крупным произведением в собрании Третьяковской галереи. А полностью рассмотреть его можно вот на этом эскизе. Впервые задник был представлен в постановке Сергея Дягилева в Париже. С тех пор он объездил сотни стран, пришел в негодность и хранился в Лондоне в частной коллекции. Три года назад его приобрела Третьяковская галерея и перевезла в Москву. Все это время над ним работали реставраторы. Особенность этого холста, что это же занавес, поэтому он в подвешенном состоянии должен находиться, он в свободном состоянии пребывает, он не натягивается ни на раму, ни на подрамник, ни на планшет. И в этом была сложность, но и значимость вот того самого первого этапа, который успешно завершен. В Третьяковской галереи Рерих выставляется впервые за 65 лет. Экспозиция разделена на три части и два периода в жизни художника. Рядом с дипломной работой «Гонец», которую в 1897 году основатель галереи Павел Третьяков купил прямо с академической выставки, можно долго рассматривать уникальный иконостас для церкви Казанской иконы Божьей Матери в Перми. На нашей выставке вы увидите произведения, которые не были в Москве, и которые, в общем, довольно редкие, и мало кто их действительно видел. Это его богатырский фриз, который был заказан промышленником, петербургским промышленником Баженовым, и в середине 60-х годов оказался частью собрания Государственного русского музея. Одно из центральных мест экспозиции занимают разделы «Путь индийский» и «Гималай». Здесь представлены картины, которые художник написал во время Центрально-Азиатской экспедиции. Юбилейная выставка произведений Николая Рериха в Новой Третьяковке продлится до конца марта следующего года. Роман Бирюков, Евгений Барышев, Александр Смоленинов и Юлия Козлова. МИР24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова